Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Отец Иммануил. Но в Ветхом Завете заповедь «Не убей» относится именно к человеку. И когда Иисус сказал «Не убей», Он расширил смысл этой заповеди. Человек должен не только воздерживаться от убийства другого человека, но и относиться к нему с любовью. Он никогда не говорил об отношениях людей с другими живыми существами, а только о взаимоотношениях между людьми. Когда Он говорил «Не убей», Он умел в виду также умственный и эмоциональный аспект, «Что вы не должны никого оскорблять или причинять кому бы то ни было боль, плохо обращаться с кем-либо. Шейла Прабхупада» Мы сейчас не касаемся Ветхого или Нового Завета. Мы говорим только о словах, употребляемых в заповедях. Если вы хотите интерпретировать эти слова, другое дело. Нам понятен прямой смысл. «Не убей» означает «христиане не должны убивать». Вы можете истолковывать их как вам угодно, чтобы продолжать действовать по-прежнему, но для нас очевидно, что в этом нет нужды. Истолковывать нужно тогда, когда смысл не ясен. Но здесь-то смысл вполне ясен. «Не убей» — недвусмысленные указания. «Зачем его интерпретировать?» Отец Эммануил. «А разве употребление в пищу растений не является также убийством?» Шрила Прабхупада. Вайшнавская философия учит, что без необходимости нельзя убивать даже растения. В Агавадгите Кришна говорит, «Если кто-нибудь предложит мне с любовью и преданностью листок, цветок, плод или немного воды, я приму это». Мы предлагаем Кришне только ту пищу, которую Он просит, и съедаем остатки. Если бы подношение вегетарианской пищи Кришне было греховно, то это был бы грех Кришны, а не наш. Но Бог есть Апапа Витха, то есть последствия грехов, не затрагивает Его. Он подобен солнцу, которое так могущественно, что может очистить даже мочу, на что мы не способны. Кришна также подобен царю, который может приказать повесить убийцу, но сам, обладая всей полнотой власти, не подлежит наказанию. Принимать пищу, предложенную сначала Господу, это нечто вроде убийства, совершаемого солдатом во время войны. Если на войне командир приказывает солдату атаковать, послушный солдат, убивающий врага, получает медаль. А если тот же солдат убьет кого-либо самовольно, он понесет наказание. Аналогично этому, когда мы едим только просад, остатки пищи, предложенной Кришне, мы не совершаем никакого греха. Это подтверждается в Бхагавадгите. Преданные Господа избавляются от всех грехов, ибо едят пищу, принесенную вначале в жертву. Другие же, готовящие пищу ради удовлетворения своих чувств, воистину вкушают только грех. Отец Иммануил Кришна не может разрешить есть животных. Шрила Прабхупада Может, но в животном царстве. Цивилизованному человеку, религиозному человеку, не подобает убивать и есть животных. Если вы прекратите убивать животных и начнете воспевать святое имя Христа, то достигнете совершенства. Я пришел не учить вас, а только просить, пожалуйста, воспевайте святое имя Бога. Библия требует от вас того же. Давайте в добром согласии сотрудничать друг с другом и воспевать святое имя. И если у вас есть предубеждение против повторения имени Кришны, повторяйте Христос или же Кришта. Разницы нет. Шри Чайтанья сказал, «У Бога миллионы имен. И так как между именем Бога и им самим нет разницы, каждый из этих имен обладает той же силой, что и сам Бог». Поэтому, даже если вы принимаете внешние обозначения типа «индус», «христианин» или «мусульманин», но при этом просто воспеваете имя Бога, имеющееся в ваших собственных писаниях, вы достигнете духовного уровня. Жизнь дана человеку для самоосознания, то есть для того, чтобы научиться любить Бога. В этом заключается подлинное величие человека. Исполняете вы этот долг как индус, христианин или мусульманин, значения не имеет. Главное, исполняйте его. Отец Эммануил, «Я согласен». Шрила Прабхупада, указывая на четки для медитации со ста восьмью бусинами. «У нас всегда при себе эти бусы, как и у вас, ваши четки. Вы повторяете святое имя, но почему его не повторяют и другие христиане? Почему они упускают эту возможность, предоставленную им как человеческим существам? Кошки и собаки не могут повторять имя Бога. Но мы можем, потому что у нас есть человеческий язык. От повторения святых имен Бога мы ничего не потеряем, а наоборот, много получим. Мои ученики постоянно читают мантру «Харе Кришна». Они тоже могли бы ходить в кино или делать много других вещей, но они отказались от всего этого. Они не едят ни рыбы, ни мяса, ни яиц, не употребляют одурманивающих веществ, не пьют, не курят, не участвуют в азартных играх, не спекулируют, не вступают в недозволенные сексуальные связи. Они воспевают святое имя Бога. Если вы захотите сотрудничать с нами, идите в церкви и повторяйте «Христос», «Кришта» или «Кришна». Что можно возразить против этого? — Отец Эммануил. — Ничего. Со своей стороны я был бы рад присоединиться к вам, Шрила Прабхупада. — Нет. Мы говорим с вами, как с представителем христианской церкви. Вместо того, чтобы держать церкви закрытыми, почему бы вам не отдать их нам? Мы бы постоянно воспевали там святое имя Бога. Во многих местах мы купили церкви, которые были практически закрыты, потому что их никто не посещал. В Лондоне я видел сотни закрытых или использующихся в мирских целях церквей. Мы купили одну такую церковь в Лос-Анджелесе. Ее продали, потому что ее никто не посещал. Но если зайдете в нее сегодня, то увидите там тысячи людей. Каждый разумный человек может за пять минут понять, кто такой Бог. Для этого не требуется пяти часов, отец Эммануил. Я понимаю, Шрила Прабхупада. Но люди не понимают этого. Их беда в том, что они не хотят понимать. Гость, «Я думаю, постижение Бога вопрос не разума, а смирения». Шрила Прабхупада «Смирение не означает разум. Смиренные и кроткие наследуют царство Божие». Это сказано в Библии, не так ли? Но по философии негодяев каждый является Богом, и сегодня эта идея стала очень популярной. «Поэтому ни у кого нет ни смирения, ни кротости. Если считать себя Богом, откуда взяться смирению и кротости?» «Поэтому я учу своих учеников тому, как стать смиренными и кроткими. Они всегда кланяются в храме и своему духовному учителю и таким образом духовно прогрессируют. Смирение и кротость позволяют очень быстро прийти к духовному самоосознанию. В ведических писаниях говорится, «Тем, чья вера в Бога и духовного учителя, являющегося его представителем, непоколебима, сам собой открывается весь смысл ведических писаний». Отец Мануил, «Но не значит ли это, что с таким же смирением нужно относиться и ко всем остальным?» Шрила Пракхупада, «Да, но есть два вида выражения почтения, особой и обыкновенной. Шри Кришна чей-то не учил, что мы не должны рассчитывать на почтение к себе со стороны других, но всегда должны быть готовы выразить свое почтение любому, даже если он непочтителен к нам. Однако Богу и его чистому преданному нужно оказывать особое почтение». Отец Мануил, «Да, я согласен», Шрила Пракхупада, «Я думаю, христианским священникам следует сотрудничать с движением сознания Кришны. Им нужно повторять имя Христос или Кристос и не потворствовать убийству животных. Это вполне соответствует учению Библии. Это не моя собственная философия. «Пожалуйста, поступайте так, и вы увидите, как изменится положение в мире». Отец Мануил, «Большое вам спасибо». Шрила Пракхупада, Харе Кришна. Уважаемые радиослушатели, на продолжение чтения книги «Наука самоосознания» слушайте вы.